ну что же мои дорогие друзья всем приветики с вами снова владимир вольский и это новая серия новый коротенький такой блог мы решили их примерно снимать по 10-15 минуточек о том где можно зимой как вообще провести время в одессе и чем заняться если вам удалось приехать в одессу например выходной день вы решили приехать из киева сели на поезд вечером в пятницу а утром вы уже в одессе и чем же заниматься вот эти вот выходные дни если вы решили поездку или одного или двух выходных дней сделать приезжая через украина например то смотрите вот можно пойти в парк шевченко он даже зимой в принципе по центральным аллейкам очень даже аккуратно ухоженный внизу смотрите-ка идеально один к одному подогана плитка здесь можно и на скейте покататься на всем остальном со мной на прогулке присутствует анна вот она пока еще тихо говорит но мы ее как-то найдем как сделать громче смотрите мы находимся на аллее славы здесь вот есть памятник неизвестному матросу и по краям какие-то памятные плиты говорят что под ними никто не похоронен просто это плиты вечный огонь горит для него он горит с помощью газа много газа наверное сжигается очень много и слева находится порт одесский порт в который приходит множество всяких как это сказать кораблей судов и так далее они вот разгружаются на контейнерных терминалах порт постоянно в действии днем и ночью поэтому если вы приходите на такую обзорную площадку на аллее славы здесь то можно наблюдать что происходит в порту как все мультимир тиши там как машинки туда-сюда маленькие как мультяшные катаются и как большие корабли то что они как бы большие но далеко находятся выглядят не очень большими и как их разгружают и отсюда же можно увидеть будет воронцовский маяк сейчас мы подойдем немножко поближе и я покажу единственное место здесь такой немножко момент странный что включает время от времени музыки напоминал очки такие и траурная мелодия похоронная о чем-то вещает кстати огонь видите и туда кидают монетки но сейчас кто-то почистил там практически ничего нет а иногда бывает там можно найти массу монеток но зимой если хотите можно типа возле этого огня погреть руки и согреться вот смотрите есть даже велодорожки такие длинные помечены отдельно аллейка для велодорожки это из нововведений в одессы в одессе это проблесковый маяк который здесь вот находится вот собственно вид на сам порт это такая вот обзорная площадка где видно сторону новых контейнерных терминалов потому судно стоит его кран и разгружают и фуры внизу они по большому такому пандусу по мосту эстакаде переезжают из порта в город единственное что здесь такие деревья они как бы закрывают уже вид немножко некрасиво поэтому не прям не супер видно что там происходит то главное что видно зимой вот эти вот камни и плиты они хорошо прогреваются ой вне летом камни эти прогреваются как оградки этой и можно сидеть и даже гореть попу там вид вот отсюда они побольше нравятся мимо этих всех веток не постриженных не облагороженных и можно смотреть вот так вот этот порт он простирается вдоль всего парка шевченко вот туда в сторону улицы морозливской можно если вот куда еще с камеру повернула туда вот эти там множество разных обзорных площадок которые показывают разные локации порта часто мы приходим примерно в середину и там наблюдаем что происходит попиваем чайчик ну такое вот интересное место в одессе чтобы посидеть и на кого-то там поглядеть куда-то положить глаз так сказать вот а внизу такая вот разруха как обычно все заброшенные какие-то корпуса там дальше собрание капитанов здание странное такое плохо видно за тополями видно здесь какие-то были машины для чего-то там они использовались и здание как тоже функционировали но сейчас все это пришло в упадок и непонятно кто и чем пользуется вот двигаемся дальше в сторону пляжа и так смотрите мы добрались до спуска к дельфинарию это один из облагороженных спусков здесь даже он фонарики вдоль лестницы светятся мы так под ручку романтично взялись чпок-чпок-чпок и по чуть мы дошагали вниз по лесенке здесь есть детская площадка то есть по дороге как бы к морю можно посидеть детей здесь тоже разогреть если начинает ваше чадо мерзнуть вот если зимой гуляете или весной когда еще холодно можно детишку сюда разогреть немножечко и дальше пойти на прогулки на обратном пути также само есть парковка если хотите подъехать пожалуйста если не хотите пешком проходить и интересные места вот например дельфинария здесь есть место откуда смотреть можно на дельфинов стать прям подглядывать за рыбками там четыре или пять рыбок дельфинов которые там все еще живые и с окна вот с этой стороны вот прямо где вот машина проезжает вдоль здания можно смотреть там в подвальном помещении у них большой бассейн с морской водой кто бы что не говорил там нет никакой хлорки потому что рядом море поэтому они набирают там морскую воду выключилась на каком-то месте у меня это самая камера короче грубо говоря на последнее чем я остановился это было что можно что спуститься там для детей площадочка и соответственно их разогреть если вам холодно и потом дальше пойти гулять если они подмерзли есть у дельфинария там внизу такой себе фудкорт несколько кафешек с тайской едой и гамбургерами всякими и здесь море так что и к примеру если вам сильно прямо минус 20 захотелось погулять вы сюда добрались то можно потом отогреться в это в одной из кафешек там можно где зайти там соответственно и удобство есть а вот смотрите птички их кормят вот они внизу все каркают чаечки там летают тоже вечерняя одесса блин на холоде короче выключаются эти постоянно батарейки садятся вот короче птички летают можно думаю будет это использовать кадр если не было там это самое изображение пропала в какой-то момент а звук у нас остался записаны а вот честно говоря не помню уже мысли потерял короче красиво тут можно под какую-то музыкальную заставку это использовать вот итак как вы уже поняли мы добрались до дельфинария несколько прям батареек пришлось поменять на gopro и нужно уже наверное новые купить здесь есть кафешки разнообразные можно вот за такими кафешками за стульчиками посидеть стульчики очень это самое не холодная не с такой типа то ли пластика то ли еще чего то что быстро принимает температура тела соответственно вот популярная тоже кафешка здесь кофе наливают кофе наливайка такая и хот-доги делают вот хот-дог например французский 43 гривны так что если захотите кушать все доступно но есть еще кафешка такого старого бандитского образца где прям и дешевле можно какие-то хот-доги брать вот по классике которые с морковкой такие вот мы например часто приходим и сидим санны и на вот таких вот скамеечках вдоль этого лонжерона вот здесь видите внизу три скамеечки сегодня правда ветер возле моря мы на не будем все таки здесь сидеть хотя хотелось видите вывеска пляж лонжерон вот 1794 год построили вот эту хрень и видимо 2014 скорее всего ее реставрировали в очередной раз сейчас это все помещение скорее всего то ли под гостиницы то ли под какие-то мини магазины будет сдаваться раньше это было типа как спасательная станция и оттуда кричали тем кто заплывал за бойки кричали за бойки не заплывать ребенок с этим надувным кругом плыви обратно с синим кругом с красным плыви обратно короче постоянно за этим следили я сам помню что мне тоже кричали там называли какой круг там и короче я плывал обратно сейчас сильный ветер дует надеюсь что-то слышно надеюсь не сильно задавая там микрофон вот такой пустынный сейчас пляж лонжерон это все связано с тем что во первых будний день у нас сегодня понедельник а во вторых значит холодный ветер дует так что здесь не посидишь это надо вернуться в парк то что в парке там было спокойно вот а так хотелось хотелось мы жить и у грузина взяли куб дари с мясом с телятиной по моему они идут выпечка такие типа большие беляши лаваши и облепиховый чай как раз намеревались где-то здесь его попить но из-за ветра придется обратно идти чтобы нам ничего не продуло видите здесь светится красиво очень такой людный участок есть и такие простые столики вот видите урны в принципе более не менее чисто если сильно хочется то можно прийти и даже ночью здесь все это функционирует и освещается так что мы с вами сейчас двигаемся обратно где-нибудь присядем там и перекусим поднимаемся в парк вот нашли видите такую кису пушистую киса давай не ж хоть не хочет она видите прыгать хрен с ней с кисой тогда а здесь мы видели тоже есть много котов прямо здесь вот у них целое лежбище видите не особо выглядывают но это коробки от рыбы вот они тут все находятся возвращаемся в парк потому что там дует а здесь вообще ветерка нет никакого ну а ты мы тихонько сейчас вернемся и на скамеечке посидим двигаемся мы на любимую нашу скамеечку для посиделок проходим здесь ребята организовали лунный тир можно стрелять вот как-то внезапно вечером не в зеленую ткань целится и стреляет из лука с этой стороны есть для скейтеров и всяких там самокатеров и не знаю как это называется такой вот блин как это зона короче для катания на скейте spot и не знаю и там стадион светится всеми огнями там и офисные помещения есть и спортзал а с этой стороны вот уже порт начал почуть освещение включать ночное надеюсь огоньки на камере хотя бы будет видно у нас гопро не очень хорошо показывает ночью поэтому вечерние съемки мы не используем практически никогда у нас в основном все видео дневные или какие-то с освещением дополнительным потому что у нас особенность нашей камеры гопро что она плохо вечером показывает вот порт и вот это вот наше любимое место смотрите вот четыре скамеечки и такое странное нагромождение изображающие кота по центру который смотрит в море вот коту иногда кто-то сметану подливает почему-то не вот такие типа как лапки или копеечки оставляет ну вот собственно этот кот кот муркот вот такой вот странно он вот и здесь вот можно положить но он не то самое не чугунный просто он до гипсокартоновый какой-то вот а здесь порт и здесь вот обзорная площадка очередная видите что-то происходит вот за этими зданиями вот была площадка для отстойника автомобилей которые должны были растаможить вот часто площадку что-то уменьшилась там меньше машин стоит и вот видно собственно красоту контейнерный терминал как это все происходит немножко когда более ну как темно на улицу то за счет вот этих вот софитов прожекторов очень все хорошо освещается сейчас немножко такое сумрачное освещение но вообще видно очень хорошо ночью прямо но как в белом днем вы смотрите на этот порт и он все прямо ярко озарен вот наши скамеечки есть любимые мы сюда приходим на скамеечку когда нам хочется посидеть попить чаечек и недалеко особо выбираться и в парковой зоне 10 останавливаемся вот это самое светло мы сегодня на ней сядем хотя она поломана есть урночки пока еще более не менее чисто хотя вот дворники смотрите когда убирают урну видите они просто высыпают эту урну на пол а потом сметают венечком то есть какой-то более вариант почистить урну например не присутствует с этой модификации берем с собой на наши посиделки мы берем с собой термос завариваем например чай с имбирем и медом или облепихой и медом и имбирем и два стаканчика желтеньких не просто сидим и кукуем смотрим вот на этот вот порт вот с такого ракурса на вот эту вот красоту и так степенно как старички скажем так наслаждаемся жизнью и хорошей погодой иногда плохой погоды даже если дождик моросит и нет ветра можно пойти главное чтобы не было ветра и будем кушать куб дари собственно скамеечки деревянные и на них можно вот присесть немножко не такие низенькие как и так сказать культурный слой нарастает и скамеечки уходят подземные такие они может когда-то поставят повыше скамеечки мы купили у грузинов куб дари между прочим попросили их подогреть вот смотрите все масляная такая штука прям положил все мы что мы вот она куб дари вот такой вот блин что ничего не понятно я случайно выключил стабилизатор вот наша куб дари так она выглядит в общем-то штука пахнет просто божественно начинка мясом вот все много всем приятного аппетита кстати и они наливают чек смотрите это у нас чай с имбирем и облепиха а на этом наша чудесная прогулка в одессе заканчивается это обусловлено тем что снять больше чё там и на улице не можем из-за плохого освещения но в следующий раз мы покажем что-нибудь новое и даже интересное для какие-то места для посещения в одессе что и где можно сделать что сколько стоит смотрите в следующих сериях или в прошлых сериях ну вот обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик палец вверх тоже нажимаете и всем пока пока с вами был владимир вольский и и она давай раскрасить серый мир чтобы для нас и стал цветным наполнен я и красавица ты скажешь не что я никто я сделаю тебе на слов на все